Что такое качество? Качество – это что-то там, сколько-то лучше или сколько-то чего-то хуже. То есть, если это можно легко… Во-первых, качество было бы очень просто, если бы его можно было измерить. Чем мерить качество? Вообще, мне кажется, когда мы говорим о архитектуре, надо разделить на три как бы субстанции. Есть архитектурный проект, есть процесс его создания. Есть, собственно, какой-то архитектурный объект, здание, дом, ансамбль, комплекс или еще что-то. И к нему какие-то другие предъявляются. Мы видим то, что мы видим и как-то его оцениваем. Что касается… Начнем с проекта. Качество один – это когда проект оценивает заказчик, клиент. И у него совершенно свои критерии. Особенно если это коммерческая недвижимость или там, не знаю, жилье, не дай бог, то там уже развивалась целая порода. В основном девиц, которые, значит, называются продажницы или еще как-то, которые, значит, точно знают, чего будет покупаться, а чего не будет покупаться. Вот, собственно, они и задают как бы качество, критерий качества. А есть другой, как бы, критерий. Да. Ну, еще есть, бывает, там, всякие городские власти, у которых свои какие-то там тараканы в голове. И, не знаю, они, как правило, чего-то боятся. И они, как правило, хотят сделать так, чтобы им за это, ну, не знаю, не влетело там, не попало, да, и так далее. Это еще одни, значит, те самые оценщики нашего качества. А есть еще коллеги. Есть, так называемая, как-то референтная группа, да, которых мы, как бы, назначили себе в такие. Вот. И, как бы, подсознательно ведем диалог с ними. И смотрим, как бы, их глазами, как они на это посмотрят, а чтобы они на это сказали, и так далее, и так далее. Дальше, значит, есть еще такая категория, как качество проектирования, то есть качество процесса. Значит, про идеи процесса проектирования, ну, это, в общем, в какой-то степени гарантия успеха всего проекта. И, как правило, он, значит, должен начинаться с анализа места, там, я не знаю, с опроса, там, пленных, там, не знаю, и местных жителей, там, изучение истории этого места, там, я не знаю, какие-то социологические опросы, выезды на место, там, беседы с местными жителями, там, уточнение, корректировка технического задания. Ну, а дальше просто уже взаимоотношения внутри коллектива. Если это все правильно, команда выстроена, и все работают, и все, как бы, понимают друг друга с полуслова, у всех возникает ощущение, что это он сделал. Это самая лучшая, как бы, оценка качества вот этого процесса, когда каждый считает, что это он, что это его проект, это я придумал. Это тоже своего, да, такое, ну, как бы, признак качества вот самого этого процесса. Вот. Ну, и, наконец, собственно, сам объект. Вот то, что построено, то, что удалось. Ну, например, во-первых, очень важно, чтобы этот объект обладал, ну, я бы сказал, такими ремесленными свойствами, ремесленными качествами, чтобы его можно подойти и потрогать. Потому что очень много, к сожалению, построек, которым там, условно, ближе 20 метров, лучше не подходить. И вот, как бы, архитектурный объект, если он удачный, если он качественный, он тоже должен обладать вот этими, как бы, свойствами, такими, я бы сказал, ремесленными. Вот. Помимо того, какой это образ он несет в себе, насколько он, там, не знаю, к этому месту подходит или не подходит, но это должно быть, как бы, качественное изделие. Ну, а помимо всего прочего, дальше начинаются какие-то, уже, я бы сказал, индивидуальные оценки. Но для меня архитектура, помимо вот этих своих качеств, что она должна быть хорошо, складно сделана, она должна быть уместна. То есть, есть вот такое хорошее слово «уместо». То есть, к этому месту, для этого места. Чем, собственно, архитектура отличается от дизайна, от такого, как бы, хорошего инженерного дизайнерского изделия? Эта вещь, она будет везде хороша. Что вот в этой комнате, что на улице, там, что еще где-то, потому что она хороша сама по себе. А архитектура тема отличается от того, что она именно для этого места. Вот она обладает какими-то качествами, как бы, считанными с этого места. И вот она встала на это место. И вот, когда говорят, что как будто так и было, это и есть там, на мой взгляд, высшая оценка. И когда вот, я давно эту историю рассказываю, когда мы построили вот этот банк, наш первый изделие, за который мы там премию получили государственную. И я там своим коллегам, а это было, в общем, первая половина 90-х годов, строили МАУ. И вообще, каждая историка, это было событие в Москве, особенно в центре. Я говорю, вот им удалось построить банк, а где? Я говорю, вот на набережной. А где на набережной? Напротив дома худого. А мы, говорит, не замечали. Вот, для меня это была лучшая оценка. Когда дом очень хороший, очень качественный, он встал, и его не замечали. Значит, он здесь, он для этого место. Есть масса архитекторов, я думаю, наверное, их большинство, которые отнюдь не разделяют эту мою позицию, что архитектура должна быть уместна. Они считают, что каждое архитектурное произведение, оно вот, это явление, это событие, и вот оно должно, как бы, вот, стать, как бы, главной вещью в этом месте. Вот, это, на мой взгляд, самонадеянно. И, в принципе, легко ожидать, что для такого типа архитекторов мнение других, в общем-то, им все равно. Да, ну, потому что они, вот, у них есть какая-то своя идея, своя затея, им, в общем-то, все равно, что об этом скажут другие. Все равно, что об этом скажет какой-то вот контекст. Неважно, какой контекст, профессиональный, или там, обывателей, или еще какой-то. А в России, значит, не помню, где там у Гоголя сказано «Мертвых душах», или еще где-то, повсюду следы по-русски неаккуратного труда. Лучше не скажешь. Надо обращаться к истории. Обращаясь к истории, надо сначала посмотреть на географию. Мы ничего не успеваем, как бы, доделать, мы переходим дальше. То есть мы не успеваем навести порядок здесь, потому что нам нужно идти там дальше, на восток, там, или еще куда-то, там, новые земли присоединять, хотя и со старыми-то, в общем, дай бог разобраться, еще сто лет нужно. Нет. Понимаете, на самом деле это какое-то бегство, и, может быть, осознание какой-то неспособности. То есть мы знаем, что вообще, на самом деле, мы не можем вот до конца что-то сделать. Ну, какой-то дефект, если руки там немножко не оттуда, или не так растут. Понимаете, и поэтому, зная, что все равно мы до конца толком все не доделываем, мы это бросаем и находим какой-то повод, находим какую-то красивую идею, и то ли Крым там освобождаем, то ли еще куда-то, конечно, не исключение. Ну, с одной стороны, и есть замечательные архитекторы, такие перфекционисты, а в России таких, в общем-то, людей мало, но среди архитекторов и есть. И надо сказать, что их достаточно много появилось после того, как в 90-м году многие из них поупражнялись в интерьерах, потому что интерьер, он все-таки требует гораздо большей вот этой тщательности, да, сделанности, чем вот просто какой-то огромный дом. И когда они пришли в большую архитектуру, то есть это качество они как бы принесли за собой. Если мы говорим о качестве, ну, вот именно в таком профессиональном смысле, да, конечно. Что касается качества вот такого материального, то я боюсь, что не очень растет, потому что появляются более какие-то совершенные, более технологичные материалы, которые, ну, как бы, просто не позволяют, ну, как бы, напортачить. Понятно, да? Ну, это как отверточная сборка, понимаете, там, ну, конечно, ты можешь там не той стороной отвертки, там, пытаться что-то заворачивать, но у тебя, скорее всего, не получится. Поэтому, например, та плитка немецкая, с которой этот дом облицован, конечно, она там по-русски не идеальна в швах, но в целом это гораздо лучше, чем если бы, там, штукатурили этот дом или еще что-то. Вот, поэтому, значит, повышается качество за счет более совершенных технологий строительных. Но клиент, заказчик, он не становится, как бы, более щедрым. И у него нет, как бы, ну, за исключением каких-то элитных, там, или суперэлитных, клубных или еще чего-то, где они, ну, хорошо, у нас тоже есть пример, вот этот, так называемый, кленовый дом неподалеку здесь, на набережной, где уж, казалось бы, такое место, и там совершенно какие-то запредельные цены квадратного метра. Но мы знаем, каково это было качество в натуре, и сколько там было халтуры, понимаете? Увы. И, увы, даже, как бы, вот такая высокая цена, она не гарантирует. Вот, от этого самого по-русски неаккуратно в трудах.